добро пожаловать всех на наш третий урок рада всех вас здесь видеть и сегодня мы с вами начнем немножко с мексики первое чтобы я хотела чтобы вы знали на турецком языке это времена года и месяца то есть сейчас мы с вами буквально пару минут затронем эту тему и перейдем дальше по грамматике и так мексим лет в айла времена года и месяца это у нас весна я не это он пахал осень и кыш это у нас зима обратите внимание что в турецком языке есть две весны первая весна и бахал и последняя весна сон бахал так вам будет легче запомнить эти слова а теперь рассмотрим месяца по временам года ма 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 май пози рам июль тему с июль ауста август эйлюль сентябрь экин октябрь кассы ноябрь орал декабрь и вот у нас начинается коджа это январь и шуба это февраль желательно это все выучить то есть если вы будете просто посещать занятия получать новую информацию не учить то через какое-то время просто ваш багаж наполнится сумочка заполнится не вы уже не сможете принимать дополнительную информацию новые темы поэтому каждый урок что мы проходим желательно сразу учить если вы действительно хотите ручить наш урок и так мы с вами прошли две гармонии гласных гармония гласных на 2 гармония гласных на 4 в начале нашего курса я говорила что у нас вся грамматика турецкого языка основана на гармонии гласных и гармонии согласных так вот сегодня мы с вами перейдем как раз таки гармонии согласных и чтобы нам легче было ее запомнить что мы видим на экране кетчуп все знают что есть вот чтобы это правило было легче запомнить его так и назвали это у нас правило кетчуп гармония согласных по названию кетчуп почему именно кетчуп если убрать все гласные в этом слове у нас останутся согласные к т ч и п именно с этими согласными и связано наше это правило если у нас турецком языке слово заканчивается на одну из этих букв и слова кетча и если мы к нему прибавляем аффикс который начинается с гласные буквы гласный то тогда у нас буква к поменяется на нюшак в буква т поменяется на д буква ч поменяется на д и буква буква п поменяется на б вот почему нам очень важны эти буквы и легко запомнить помните ход долг вспомните с чем делаю ход долг с кетчупом кетчуп правило кетчуп как мы узнаем подчиняется буква или нет скольный кетчуп и эти буквы давайте объясню вам как это работает возьмем слова но как заканчивается на как нашим правиле улица так пусть от дерева и китов книга вот как раз у нас последние буквы по этому правилу теперь мы с вами с ними поработаем и так на прошлом уроке мы с вами прошли гармонию гласных на 4 где говорила что если мы хотим сказать что это моя улица мой дом моя машина то нам нужно добавить по гармонии гласных на 4 то есть может быть и может быть и может быть у или эту табличку мы с вами проходили на втором занятия и так как же это работаем слову сока мы хотим сказать моя улица добавили им добавила звуков то есть это гласная сразу после к идет гласная значит дуков как кэ должна поменять на поменяться на юмушак в и получилось токалом моя улица как вы помните с первого уроку у нас не читается в словах она только утреняет впереди стоящие глаз не только моя улица так так это у нас вкус был мой вкус это именно не в моде а вкусовые качества допустим у меня все в порядке с моим вкусами на вкусовые качества на мой вкус добавили и то есть после теста у нас гласная значит здесь она поменяется на д и получилось тадам мой вкус тадам от дерева мы хотим сказать моё дерево добавили и у нас получилось один буковка ч поменялась на джи а джи так это книга мы хотим сказать моя добавили афикс и после п сразу идет гласная поэтому у нас ты поменялась на б и табы моя книга будет табы обратите внимание что меняется только если у нас идет гласная примеру если я возьму если я возьму так и хочу сказать книги китопла здесь у нас пеннинг поменяется почему потому что меняется только если гласная только если гласная в других случаях она у нас не меняется но у нас есть еще такая сносочка то есть мы сказали если после буковки к идет гласная она меняется на один шаг в но если перед этой буквой у нас будет буквально вот тогда поменяется на 2 на самом деле таких слов очень мало и на уровне а один одно из слов которые вы можете встретить третье это рейк 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 это цвет мой любимый цвет к примеру серый рейнгим то есть на этом этапе вам сейчас не нужно думать а какие же слова еще есть как я могу забыть на данном этапе это единственное слово которое вы можете встретить поэтому не надо сильно заморачиваться запомните только это слово рейк рейнгим мой цвет а теперь мы с вами поработаем итак возьмем слова ребенок бумага иляч лекарства дола шкаф у нас есть желающие кто хочет попробовать так Наталья подняла руку спрашивают только те кто поднимает руку ребенок как мы скажем по-турецки мой ребенок Наталья микрофона чайно 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 вот у нас окончание чайно чайно кэ поменяли на имя шаг лэ хорошо еще есть желающие софия давай попробуй микрофон выключим чайно это бумага моя бумага чайно молодец спасибо ирина Иляч, лекарство. Иляджим. Правильно. Иляджим. Ж поменяли на дж. Оксана. До лаб. До лаб. А, сейчас до лабы. Правильно. До лаба. П поменяли на б. Спасибо большое, Оксана. Молодцы. Верю, что вы тему поняли. Итак, когда у нас одна из этих букв, и мы прибавляем к ней аффикс, который начинается на гласную, повторяю, только гласную, то в этом случае у нас меняется буква. Но, естественно, говорю опять, в каждом правиле есть свои исключения. И это правило тоже не исключение. Когда мы говорим о какой-то нации, о чьих-то именах, либо это будет город или географическое название, то есть имя собственное у нас, город, государство, чье-то имя или нация. Вот если мы к нему, к этим словам прибавляем аффиксы, которые тоже начинаются с гласной буквы, вот в этих словах мы последнюю букву не меняем. То есть здесь уже к не меняется. Кванч. Кванч – это имя. Кванч – мой кванч. Баадат – это город. Точно так же последняя буква меняться не будет. И Синоп – это тоже одна из провинций Турции. То есть это город. И здесь мы тоже к не меняем. Это то, что касается имен собственных. Так же эти слова у нас не меняются в заимствованных словах. Вернее, эта буква не меняется в заимствованных словах. Как мы знаем, заимствовано это слово или нет? То есть если вы где-то слышали это слово раньше, ну там с английского, с русского, может кто-то знает фарси или казахский, узбецкий, не знаю, таджикский, да? В других языках, если слышали такое слово, то последняя буква здесь тоже не меняется. То есть на данном этапе я вам даю мало слов. То, с чем мы будем работать в ближайшее будущее. Сепет – это корзина. Сепет – моя корзина. Т не меняется. Бисиклет. Бисиклет – это велосипед. Бисиклет. Т не меняется. Сач – волос. Сачем мои волосы тоже не меняются. Пасапорт. Пасапорт – это тоже международное слово. Паспорт. Пасапорт. Мой паспорт не меняется. Билет. Билет – это билетин. Мой билет. То есть видите, эти слова и в других языках, которые есть. Мы часто слышим эти слова. Паят – жизнь. Паят – моя жизнь. Аш – любовь. Ашка – моя любовь. Эхлиет – водительское удостоверение, его права. Эхлиетин – мои права. Парк – это парк. И парк. Парком – мой парк. На экран могу вывести более расширенный список. Возможно, кто-то захочет сделать скриншот для себя. И уже отдельно сами в словарях в гугле посмотрите, как же эти слова переводятся. То есть это уже для более продвинутого уровня. То есть те, кто начинает совсем сначала, заморачиваться на этих словах не надо. Но если есть желающие, все-таки можете это сделать. Итак, следующее правило, которое мы хотим сегодня, я хочу с вами пройти, это выпадение узкого гласного. Выпадение гласного. Итак, если у нас слово состоит из двух слогов, два слова, и второй слог имеет гласную «ы», «и», «у», «ы», то зачастую при присоединении аффикса к таким словам вторая гласная выпадает. Вернее, выпадает вот это вот гласное, которое находится во втором слоге. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот возьмем «шехир». «шехир» – это город. «шехир» – это город. «Мой город». «шехири». Вот обратите внимание, мы добавили «и». И вот эта буковка «и», которая отмечена красным цветом, она выпала. То есть «шехир» – два слога, и со второго слога буковка «и» у нас выпала. Получилось «шехири». «Бурон». «Нос». Если добавить к нему аффикс, «мой нос», тогда у нас получится «бурон». Вот это вторая гласная, со второго слога она у нас выпала. Вакит – время, мы хотим сказать «моё время», «вактин», и вот эта буковка «и» у нас выпала. Акл – ур, хотим сказать «мой ур», «аклэн», и вот это «ы» со второго слога у нас выпала. «Карн», «живот», мы хотим сказать «мой живот», «карнэн», «мой живот», и вот эта вот буковка «ы» у нас выпала. «Исим» – имя, мы хотим сказать «моё имя», и вот эта вторая гласная у нас из слова выпала. И получается «исимин», «исимин», это неправильно, «исимин», «оул», «сын», мы хотим сказать «мой сын», «оулун», «у» у нас вторая гласная выпала. «Изим» – разрешение, мы хотим сказать «моё разрешение», «визны», вот эта гласная выпала. Понятно, надеюсь, что понятно. Выпадение узкого гласного наблюдается не у всех слов. Есть слова, где она у нас не выпадает. И вот у нас такие слова. Возьмём слово «школа», «окул». Когда мы хотим сказать «моя школа», мы будем говорить не «окулом», как правило, да, а «окулом». «Окулом». «Боум» – это «узел», «узелок». Мы хотим сказать «мой узелок». «Боумом». «Кухухум». «Кухухум». «Краво». «Кухухум». 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 «Мое право». «Кухухум». Это то, что касается правила выпадения узкого гласного. В начале нашего курса я вам говорила, что в турецком языке есть две гармонии гласных. Мы с вами их уже прошли и две гармонии согласных. Первую гармонию согласных мы с вами прошли в начале урока. Это правило «кетчапу». И второе правило гармонии согласных – это правило «костык». Вам нужно запомнить правило «костыкчир шаха». Можете в тетрадке просто написать эту фразу. Для чего нам эта фраза? Что вообще это такое? «Костык» – это «фисташка». «Костыкчи» – это «человек, который продает фисташки». А «шаха» – это его имя. То есть «костыкчи шаха» – это «продавец фисташек шаха». Для чего нам эта фраза? Если мы уберем все согласные в этом слове, у нас останутся согласные «ф», «с», «т», «х», «ч», «ш», «х», «п». Так что же с этими согласными не так? Все эти согласные у нас глухие. Скажу более того. Все глухие согласные, которые есть в турецком языке, все они собраны в этой фразе. И именно поэтому нужно запомнить эту фразу, потому что есть у нас такое правило. Если у нас слово заканчивается на одну из вот этих согласных, то есть на глухую согласную, и к слову мы добавляем аффикс, который начинается на букву «д» или «дж», то в этом случае у нас «д» поменяется на «т», и «дж» поменяется на «ч». Сейчас посмотрим. Для начала вспомним, то есть для этого, чтобы привести пример, нам нужно вспомнить еще одно у него гласных на два, в которой говорилось. Если у нас последнее гласное в слове мягкое гласное, это какая «э», то у нас в аффиксе должна стоять буковка «э». Все другие гласные будут стоять буковка «а». Вот как раз пример. Обратите внимание. «Да», «дэ». Вот как раз таки, если последнее гласное в слове у нас «э» или любая другая с точечкой, то мы будем ставить «дэ» или «тэ». Это по гармонии гласных. Если «дубая» другая гласная, то «да» или «та». Это была у нас гармония гласных. А по гармонии согласных, если у нас слово закончилось на «ф», «с», «т», «х», «ч», «ш», «х» или «п», то в этом случае мы должны добавить буковку «тэ». В основных случаях «дэ». Возьмем слова «аач». Сегодня мы с вами его встречали. «Аач» – это дерево. «Чичек» – это у нас цветок. «Мейдан» – это у нас площадь. «Эм» – у нас это дом. Вот, обратите внимание, буковка «ч» у нас есть в фразе «пестык чешака». Вот она «ч». И буковка «к» тоже есть в этой фразе. Итак, аффикс «да», «бе», «та», «тэ» у нас означает… Это у нас аффикс местного падежа. И он означает, где находится тот или иной предмет. К примеру, мы хотим сказать, что птичка у нас на дереве. «Где?» «Аач», «та». Вот берем слово «ач». Надо нам «дэ» ставить или «тэ». Вспоминаем. Буковка «ч» у нас есть во фразе «пестык че». «Че», «че», «че». Вот она «че», «вот она «че». Значит, мы должны поставить «тэ». «Аач», «та». «Аач», «да». Это будет неправильно. Допустим, мы хотим сказать «челка». «Где?» «На цветке». «Где?» Добавляем опять аффикс местного падежа. И смотрим. Последняя буковка «кэ». Она есть у нас в фразе «пестык чешака». Буковка «кэ», «вот она она». Значит, мы опять-таки должны поставить буковку «тэ». И по гармонии гласных у нас тут будет «э». И получилось «чичик тэ». «На цветке». «На цветке». «Мейдан». «Мейдан» – это у нас площадь. Последняя согласная буква «нэ». Её у нас нет во фразе «пестык чешака». Значит, она у нас не глухая. Значит, ставим «дэ». «Нердэ». «Где?» «Мейданда». «На площади». «Э». «Дом». «Дом». Мы хотим сказать, допустим, что кто-то там мама дома. Например, смотрим. «Э». «В». Её нет во фразе «пестык чешака». Значит, она у нас не глухая. Значит, будем ставить «дэ». «Где?» «Нердэ». «Эфдэ». «Дома». «Напоминаю». «Мы». «Т» ставим только после глухих согласных. Если последняя согласность заканчивается на одну из двух согласных, которые находятся в фразе «пестык чешака», значит, будем ставить «т». «т». Итак, возьмём теперь, потренируемся. Как девочки, есть ли у нас желающие, могут поднимать руки среди взрослых. Оксана. Оксана, давайте я вам переведу для удобства. «Экмек». Это хлеб, булашик – посуда, балык – рыба, хабак – тарелка, и сим – имя. А теперь давайте мы с вами скажем, допустим, масло на хлебе, да, где? Замечательно. Дальше. Первый столбик полностью. А, булашик – посуда, да? Сейчас. Булашик – тарелка, балык – тарелка, тарелка и сим – дэр. Да, хорошо, спасибо. На самом деле это у нас идет обработка к правилу кетчап, но ничего, поработаем здесь. Наталья, второй столбик, китап, это книга, билет, билет, цепет, корзина, доллап, шкаф, бебек, ребенок, именно грудной ребенок, тот, который еще не разговаривает и не ходит. Так, китап, 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 китапта, билетте, цепете, кулапта, бебек, бебекте, директор, вот у нас следующие слова это мужчина по это по очки это сердце это дерево во первых да гармония властных на два тоже да у нас есть точечкой то да если с точечкой то и запомните только это замечательно спасибо вот так у нас есть вам следующий столбик чечек это цветок пасапорт паспорт шейхи город сока улица и аж любовь вот так вот включите пожалуйста микрофон если хотите ответить паспорт 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 а поработаем по правилу кетчак то есть она нам что гласила что если последняя буква у нас к и если мы к нему прибавляем афикс который начинается с гласной буквы то мы эту буковку меняем на другую вот я буквально на секунду вам на экран выберу эти буковки вот чтобы те кто будет работать делали себе заметку потому что сейчас не поработаем хорошо теперь начнем как мы скажем мой хлеб есть у нас еще желающие среди взрослых лена давайте лена мой хлеб как будет микрофон включите подzza на мая паспорт это не еще раз повторите мое имя еще говорили о выпадении глаз помните я 2 гласно если это она выпадает все верно замечательно книга моя книга так секундочку билет это у нас заимствованное слово таких словах могу как и не меняем это тоже заимствованное слово дала бэм правильно мой шкаф и мой ребенок бебеем мой ребенок замечательно так следующие светлана у нас есть мой мужчина как мы скажем эркэким добавляется афикс который начинается на глаз у нас к меняется на юноша г эркэим эркэим правильно эркэим мой парк паркым правильно не поменяли потому что это заимствованное слово гёзлиюм гёзлиюм это маячки мое сердце гальбым 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 так как это заимствованное слово то есть это помните у нас правило с первого урока было то что это слово у нас всегда берет мягкую форму если нужно выбирать афикс где у нас либо а либо э мы добавляем туда э если ты или и то надо ставить и кальбим кальбим дерево мое дерево а оезд о чем джер джим а джим fired д а е Спасибо. Я хочу посмотреть, кто у нас еще. Рано. Давайте Рано. Лечеем. Пасапорт. Так, секундочку. Пасапорт. Нет, не У. По гармонии гласных на четыре. Если у нас У, мы должны готовить и ставить У. Пасапорт. Пасапорт. Замечательно. Шеирим. Так, здесь у нас правило выпадения. У нас вторая гласная И. Она выпадет. Шехрим. Шехрим. Моя любовь. Моя любовь. Замечательно. Ашкин. Замечательно. Идем дальше. Екатерина. Мой глаз. Микрофон включите, пожалуйста. Микрофон вам нужно включить. Гезюм. Гезюм. Мой глаз. Кашим. Кашим. Моя лырка. Гемлеем. Моя рубашка. Кёйм. Кёйм. Моя деревня. Ода. Так, секунду. Одам. Одам, правильно. Если она заканчивалась на гласную, то мы попали букву Тома. Замечательно, спасибо. Вот у нас здесь мужчина, только не знаю, как зовут. Куваи. Да, добрый вечер. Тимур зовут, я потом переименуюсь. Хорошо, давайте, Тимур. Так. Моя ручка. Калемем. Ага. Ламбаим. Секундочку. Если у нас заканчивается на гласную, мы добавляем просто М. Ламба. Это у прошлого урока было, да. Ламба. Моя лампа. Вактим. Вактим. Через И. Да, вактим. Выпала эта гласная. Чучум. Ага. Купим. Купим. Моя кошка. Правильно, моя собака. Собака, собака. Моя собака. Замечательно. И это у нас на сегодня все. Единственное, что хочу сказать. Фраза сегодняшнего урока. Быть бедным не стыдно, стыдно быть ленивым. Поэтому не ленитесь, занимайтесь, учите, работайте. И не пропускайте наши бесплатные занятия, которые проходят каждую пятницу. На сегодня у нас все. Спасибо. Спасибо. Полина сказала, что у нас есть там сердечки. Кому понравилось, ну-ка сердечки поставьте. Спасибо. Сусанна, скажите, а можно фейерверки даже? Спасибо. Спасибо. Спасибо.